МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Сейчас в мире» на канале РТВ и в студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. 400 миллионов долларов в Палестине. Премьер Израиля распорядился выделить деньги ПНА. Безработица в Европе может взорваться. Политики успокаивают. Экономисты ожидают дальнейшего ухудшения положения. Израильский премьер Бениамин Нетаньягу дал указание перечислить Палестинской национальной администрации 400 миллионов долларов. Как сообщили сегодня источники в канцелярии главы правительства, выплата денег, полученных от пошлин и налоговых поступлений, будет единовременной. В ноябре прошлого года, после повышения статуса Палестины Генассамблеи ООН, Израиль объявил о прекращении передачи палестинцам финансовых средств и расширении поселенческого строительства. Последний шаг Нетаньягу аналитики уже расценили как смягчение позиции его правительства накануне возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. Французские военные, продвигаясь на север Мали, заняли позицию у аэропорта города Кидаль, третьего по величине населенного пункта в этом регионе. Ранее французские и малийские подразделения установили контроль над главными городами севера страны – Гао и Тимбукту. По заявлениям Парижа, почти достигнута цель вернуть Мали территориальную целостность. Исламистские группировки, близкие к Аль-Каиде, не оказывали серьезного сопротивления. Туареги, которые, воспользовавшись военным переворотом, захватили вместе с экстремистами север Мали, предложили властям переговоры, не настаивая уже на независимости региона. Между тем, в освобожденных городах специальные патрули прочесывают дома в поисках экстремистов, оружия и заложенной взрывчатки. Когда здесь были повстанцы, все прятались, боялись. Сегодня Бог дал нам свободу. Мы можем курить, мы можем делать то, что хотим. Мы не оглядываемся, чтобы проверить, не преследует ли нас кто-то, чтобы избить или убить. Сирийский вопрос обсуждают в Кувейте. Там открылась международная донорская конференция по сбору средств для помощи населению Арабской Республики. Во время вступительной речи эмир Кувейта Сабах Ассабах призвался в Бессон вмешаться в сирийский конфликт, чтобы, цитирую, «прекратить страдания сирийского народа». Он также объявил, что его страна выделяет 300 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Сирии. В форуме принимают участие делегации 59 государств, включая Россию и Иран. Представители оппозиционных фракций и сирийского правительства в Эль-Кувейт не приглашены. Конференция была созвана по инициативе ООН, и ее цель – собрать полтора миллиарда на оказание гуманитарной помощи населению Сирии, пострадавшему в результате вооруженного конфликта. И к другим темам. Россию покинули все сотрудники Международного республиканского института АйАрай, в том числе и россияне. В СМИ появилась информация, что демократический институт НДАй оставил в Москве бухгалтера для сдачи финансовых отчетов, но и он, вероятно, скоро уедет из страны. В последнее время с сотрудниками НКО часто беседовали представители правоохранительных органов. Они предупреждали, что россиянина теперь могут обвинить в государственной измене из-за сотрудничества с иностранными организациями. В конце 2012 года, после принятия в Российской Федерации закона об НКО, НДАй и АйАрай закрылись. Согласно закону, НКО, получающие финансирование из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Этот статус накладывает ограничения на работу и позволяет проверять их внепланово. Южная Корея осуществила успешный запуск первого научного спутника. На орбиту его вывела ракета-носитель, которая была построена с помощью российских специалистов. Республика Корея стала 13-й страной мира, запустившей искусственный спутник Земли со своей территории. В космической обойме Сеула уже числится около десятка аппаратов, но все они выводились с чужих космодромов. Рост безработицы в странах Европейского Союза продолжается. В конце прошлого года его уровень составил 11,8%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Аналитики опасаются, что это не последний рекорд. Что ждет Европу, разбирался Владимир Унанянц. Ситуация с занятостью в наступившем году не улучшится и даже может привести к социальному взрыву. По прогнозам экономистов, в 2013-м Старый Свет будет единственным континентом, находящимся в рецессии. В странах Южной и Центральной Европы системы социальной безопасности больше не имеют средств обеспечивать элементарную защиту. Аналитики утверждают, сокращение госрасходов на 3% ВВП в год достаточно для того, чтобы страны захлестнула протестная волна. А сокращение на 5% означает, что правительства должны быть готовы к массовым беспорядкам. В Международном валютном фонде призывают не драматизировать ситуацию, но и не расслабляться. Мы избежали коллапса, но теперь давайте не допустим рецидива. Сейчас не время расслабляться. 2012 год был ужасным, очень трудным для многих стран мира. Центробанки сделали всё, что могли, они действовали как пожарные. И теперь пришло время правительствам продемонстрировать, что те планы, о которых они объявили, будут выполняться в 2013 году. Несмотря на заявления лидеров ЕС и крупных финансовых организаций, что острая фаза кризиса миновала, предаваться оптимизму рано, уверены экономисты. Согласно докладу официального статистического агентства «Евростат», показатели Греции и Испании уже сравнялись с теми, что были в США во время Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Во Франции, Италии, Ирландии, Португалии не могут найти работу более 10% трудоспособного населения. В самом худшем положении оказались граждане моложе 25 лет. В Испании безработица среди молодежи составляет 55%. Это главная проблема правительства. И мы делаем все для улучшения условий, в первую очередь для молодых. Но усилия правительств пока не приносят желанных результатов. Ограниченные программы переобучения молодежи малоэффективны. По данным Международной организации труда, число безработных будет расти на несколько миллионов человек в год. А в 2014-м мировой показатель превысит 200 миллионов. Большинство экспертов уверены, европейским странам не стоит увлекаться бюджетной экономией во избежание социальных потрясений. Сложившаяся ситуация требует от европейских политиков выработки новых антикризисных механизмов. Владимир Уманянц, RTVI И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова